всем привет тема здесь такая кто ваш враг и что ему нужно я посмотрю на картах таро ленорман по той причине что это очень глубокая колода здесь зашифрованное значение карт из трех колод таро ленорман и итальянские карты сибила поэтому я именно на этих картах посмотрю кто ваш враг и что ему нужно вначале мы посмотрим кто враг по мнению высших сил как высшие силы вид врага и как высшие силы видят вас потому что от этого многое зависит на чьей стороне правда и так кто ваш враг и что ему нужно ваш враг вот проходит как иерофант кажется на первый взгляд эта карта праведника но знаете сами что в церкви как и в любом обществе потому что это все люди и всякие и часто тот кто прикрывается будущий святоши святоши точно не является и мы даже знаем преступное действие могут быть и очень серьезные и они доказаны уже законом то есть я здесь вижу что ваш враг притворяется святошей он притворяется праведником он бросается красивыми фразами он на показ делает какие-то дела которые могут его показать как приличного человека и это его личина за которой скрывается его истинная суть а что у него за истинная суть или у нее а то что этапаж кубков эта карта незрелого отношения к жизни истинная суть это страх потому что как молодой человек знаете боится старших боится жизни потому что у него еще мало ресурсов жизненных мало денег там мало опыта мало силы ваш враг вот этим своим своей святостью или добропорядочностью он прикрывает то что он не уверен в себе что он считает себя человеком незрелым у которого ничего нет вот я возьму третью карту я ее просто она больше еще покажет эта карта влюбленные эта карта влюбленные она говорит что какой-то союз заключил ваш враг заключил союз с кем-то и она сейчас находится смотрите здесь священник и здесь священник два священника да здесь и здесь на 2 на двух картах священники он сейчас находится в такой ситуации где он хочет выиграть что-то он хочет выиграть какое-то первенство хочет выиграть он привык бороться он привык сражаться он привык всегда выигрывать и для него это вот очень важно и таким образом он сам не живет потому что он как бы и забываешь что он живой его жизнь зависит только вот выиграет он или проиграет вот от этого зависит его жизнь он такой знаете говорят possessed он одержим своей идеей какой бы враг у вас там не было на работе или дома этот человек неважно какой у него пол одержим своей идеей теперь как видят высшие силы вас это пятерка кубков вы во-первых высшие силы видят что вы пострадали от врага вот врага как вот эта лиса которая забралась в чужой курятник вы пострадали от врага и вы сейчас сами себе с собой в борьбе пятерка кубков часто показывают на огорчение на какие-то разбитые мечты которые у вас могут быть просто мир рушился и скорее всего виноват враг но еще может какие-то другие есть препятствия другие обстоятельства жизненно не только враг виноват но вас ваша жизнь как-то зашла в тупик рушились мечты надежды это же пятерка кубков часто показывает на то что вы очень расстроены вы очень расстроены и опечалены вы видите себя как человека который мог бы лучше же чем вы живете то есть как лиса забралась курятник у вас что-то отобрали или же деньги взяли не вернули или же какие-то обстоятельства связанные с чем-то не реализованные но здесь я вижу что вы пострадали от врага и пятерка кубков часто показывает разочарование разочарование в людях разочарование в жизни даже может быть испытываете какое-то разочарование и так как еще высшие силы вас вас видят давите две пятерки а это уже пятерка жезлов это уже истинная борьба вы не только разочарованы вы сами собой в борьбе вы пробуете и сами исправить то что натворил в ракет вообще правильно если кто-то нам сделал что-то плохое но мы берем за это ответственность мы сами себе поможем восстановиться потому что нельзя же верить в то что враг когда-то опомнится и все исправит никогда ничего не исправит нам нужно самим но если мы хотим конечно себе помочь две пятерки вообще 5 это пентаграмма это умение желание стремление а также это возможности как пять пальцев пентаграмма возможность сам самому себе помочь вот можно сказать да и поэтому в этом раскладе мы видим что вы могли бы себе здорово помочь жезла восстановления энергии сейчас вы в раздоре собой сейчас может быть кто-то ополчился против вас кто-то за вас какие-то два лагеря где-то какая-то борьба идет борьба серьезная борьба может быть даже агрессивная потому что здесь цыганские карты потому но если мы посмотрим пятерку жезлов это это не просто борьба это это конкуренция это дискуссия причем здоровая дискуссия и как 2 но а вот цыганская маракуля это не такая уже здоровая дискуссия это когда идут взаимные оскорбления даже рукопашный бой вот что-то кто-то с вами ввязался в драку и вы здесь не виноваты но вот видите так сложились обстоятельства и по пятерке кубков вы страдаете от этого потому что вы не можете переступить через те оскорбления которые вы в свой адрес получили или те потери которые вы понесли вы не можете выйти из этого состояния обиды боли но расклад поможет потому что как только вы выйдете из состояния обиды и боли вы начнете что-то уже делать что-то двигать вперед чтобы решить вашу ситуацию что подскажут карты ой старший аркан и смотрите какой расклад он очень правдивый потому что у врага заканчивается все старшим арканом и у вас понимаете вот из трех карт но я еще буду смотреть конечно вот но здесь старший аркан влюбленные у врага говорит что это он все делает ради себя он очень сильный эгоист сэлфиш эгоист а у вас карта луна у вас вот нет этого вы не умеете себя любить вы не умеете быть вот как говорят сэлфиш вы иногда даже позволяете или врагу или предателю плохому человеку вами воспользоваться потому что она как-то неудобно себя защищать до неудобно себя хвалить такое все поэтому карта луна показывает ваше волнение ваше было опустили руки где-то но луна говорит что будут перемены луна вообще-то карта перемен если идти уже по астрологии то она луна меняет жизнь вот и здесь вы меняете свою жизнь и вы идете к переменам вы идете к тому что вы осознаете что нужно как бы опомниться от вот этого что вы вовлечены в эту борьбу и прийти в себя знаете что такое помнится прийти в себя в прийти в себя как будто вы пробудились это сна и скажете себе ну все здесь достаточно здесь враг уже перешел вот эту черту где я просто но обязана за себя постоять да вот так мои дорогие давайте посмотрим теперь еще раз мы уже посмотрели кто ваш враг и проанализировали вашу ситуацию я надеюсь вы узнали то чего было вам не видно а теперь я хочу посмотреть что врагу от вас нужно что именно враг хочет да эта карта король же зла он хочет ваше место занять просто но тогда враг это нечистая сила потому что 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 нечистая сила пробую сделать она при пробует занять место наше в жизни понимаете она пробую сделать так чтобы мы потеряли контроль над нашей жизнью забрать наше место в жизни вот это то что пробует сделать буквально во всем очень завидует враг именно завидует ваш враг вам он хочет занять ваше место под солнцем но это очень нездоровая психика у человека который недоволен своим местом что человек который хочет занять чужое место в жизни во первых он страшно завистливый и это такая карма который человек проходит зависть это карма тяжелая во вторых человек чувствует себя не на своем месте может это хочет занять место на работе ваши или же завидует вашей семейной жизни или же вы нравитесь ему внешне он себе не нравится на час несчастный человек который хочет занять чужое место не свое в общем собой недоволен еще человек который хочет занять чужое место он не умеет идти по своей дороге жизни а значит он он не живой он как бы полу живой потому что тот кто не идет по своей дороге жизни он как бы полу живой шестерка пентакли чувствуете а нищим таким нищим королем который все потерял потерял свой трон и просит милостыни от враг может брать все нахрапом быть наглым но это все это прикрытие внешне такой лоск который напускает как бандит на себя да а на самом деле что скрывается за этим это злость на весь мир что вот он хуже себя считает грязным считает себя глупым и просит милостыню на самом деле у кого он просит милости не может у нечистой силой чтобы нечистая сила его прибрала да он даже готов продать душу нечистой силе лишь бы только навредить другим людям это полностью как говорят съехавшись катушек но такое выражение метафорическое это человек который не в своем уме рыцарь жезлов это карта защитника вас защищает высшая сила вы находитесь под защитой это такой воин освободитель до который вас защитит от этого врага сделает так что вы приобретете то что вы потеряли потому что враг у вас многое забрал и финансы может даже дом забрал разрушил полностью вы приобретете приобретете то что забрал враг и вы восстановите себя свое имущество вот восстановитесь полностью потому что рыцарь жезлов это защитник тоже рыцарь вместе с картой луна это перемены у вас в жизни грядут огромные и очень счастливые перемены и луна перемены луна каждый другая на нам намекает на перемены чтобы я вам сказала и и карта рыцарь жезлов говорит что перемены будут очень быстро будет меняться жизнь и вы будете ощущать почву под ногами то есть стабильность может рам в работе будет стабильность или перемены в том что вы или переедете или уже переехали и не можете приспособиться к новым условиям но вы приспособитесь вы наладите жизнь знаете всегда это мы все выдаем за ностальгию ну да есть конечно частично ностальгия мы любим то место где мы родились но в основном это не только ностальгия это все новое все новое к нему надо привыкнуть приспособиться может быть новый язык может новые порядки в обществе но новая культура и вам нужно привыкнуть я скажу что а теперь в 21 веке понятие нации она она же не не шовинистическая она новая потому что мир новый от рождения нового человека хоме новиз и понятие нации это такое что там где мы чувствуем что нам нам нравится эта культура мы к ней привязаны ними привязаны неплохом понимании в хорошем то есть ну вот нас греет эта песня это танец это одежда этот язык это наша нация ну а мы если так сейчас заняться тнк то у нас днк со всех наций поэтому нет чистой нации вот эти все гитлеровские вещи они были абсолютно дебильные и ущербные и и в общем то нужно чтобы земля от этого полностью полностью очистилась потому что я например сделала себе такой тест мне дочь подарила такой сертификат сделать тест и мужа сделали на я я не отвлекаюсь я по делу говорю потому что здесь карта луната карта предков и я считаю вам вам эту карту и привожу свой как пример и оказалось что у меня столько разных национальностей но по крови сделан анализ был до в нидерландах по моему он сделан был столько разных национальностей я удивилась вот так что это еще говорит о том что мы принадлежим к той национальности коту в которой вот мы воспитаны да или же которая нам больше по сердцу мы можем ее унаследовать просто так потому что нам нравится это то где нам комфортно там где нас уважают там где с нами считается ну а по крови нет нет никакой нации все люди намешаны вот так что теперь может вы переехали и может быть вот например вы может быть из украины живете сейчас германию так что вы можете держаться своих прекрасных традиций своего прекрасного языка всего этого замечательного что дует греет вам душу а в новых условиях приспособиться можно тоже с уважением там полюбить это тоже интересно другой народ другая культура но на первый взгляд это трудно я как человек который это все прошел говорю вам что это дело времени и вы полюбите свои новые условия вы к ним привыкните и приспособитесь и будете довольны и в то же время вы будете сохранять свою культуру правду ли я сказала ой это карта трансформации конечно правду это карта трансформации то есть вот этот переход сейчас всего человечества на такое понимание нации да на такое понимание взаимодействие с другими людьми вот эта трансформация карта ухты вместе с луной карта трансформации это ушедшие предки это четко ушедшие предки карта смерть и карта луна сейчас через то что я вам сказала с вами говорили ваши ушедшие предки они говорят что нет понятия национальности у предков есть понятие такое что ваши предки все из разных культур и главное это взаимодействие и уживаться вот и все это значит принимать что все разные у нас из разных крови если я вам скажу у меня там список было из 20 национальностей так что это при ваши предки вышли на связь и через меня говорили поэтому ну знаете есть национальность такая в кавычках национальность врага зачем она вам нужно враг хочет убить разрушить ваш дом хочет ваш выгнать из вас выгнать из того что вы годами наживали но зачем он вам нужен ну зачем враг не не понимаю что ему нужно свое развивать свой дом развивать свой дом укреплять свой дом делать богаче но он внедрился в ваш дом но это метафорически я говорю но вы себя поняли вы себя нашли в ситуации этой правда и вот эти две карты говорят что ваши предки сейчас вас защищают и под защитой предка с вами ничего не случится вы под защитой предков находитесь у вас будет все замечательно смотрите много из вас пришлось уйти из насиженного места можно сказать вот я свой пример привела не зря но этот уход он радостный он такой звонкий это уход в будущее нам всем приходится уходить от вчерашнего дня понимаете есть такое понятие что что-то мы когда-то делали в последний раз последний раз подняли ребенка который больше не хочет чтобы его поднимали на руки он хочет сам жить последний раз вот на эту работу ходили как я вот последний раз сыграла на органе гимны но религиозной где работала закрыла орган все на место определила и ушла я не знал что последний раз но это был последний раз наверное со мной с органом там по-другому я давно готовилась к уходу но во всяком случае бывает так вот мы сделали что-то последний раз и здесь это звонкий уход в последний раз ну вы ушли от чего то что вы сделали в последний раз даже если это было хорошее теперь будет что-то новое лучше будет что-то новое еще что-то лучше и вы идете такой такая собачка у вас такая повозка лошади это всегда интуиция это всегда помощь ресурс и вы идете так звонко в новую жизнь новую я и без врагов зачем они вам нужны и когда вы перестанете бояться они сразу же отпадут за ненадобностью это рыцарь кубков и он говорит о том что вам на вашем пути новом жизненном пути счастливом будут встречаться люди достойные приличные добрые и интересные с ним будет просто приятно дружить быть вместе но это только на одном уровне на другом уровне это же любимый человек может встретиться новый или ваш человек станет настоящим рыцарем но вот это любовь перемены здесь вообще столько перемен у нас два рыцаря и двор самых лучших рыцаря в колоде это у нас рыцарь кубков и рыцарь жезлов это значит что у вас энергия вернется это будет обратка врагу и вернется к вам энергия это первое второе рыцарь кубков придет любовь и вы будете любить свою жизнь вы устроитесь там где вы есть может быть это касается вас вы не переезжали но вот эта трансформация до переход в новое осознание себя то может быть даже на том месте где вы живете неважно может вы как я эмигрировали там больше чем 30 лет назад неважно или вообще не эмигрировали идет речь а вот этой трансформации папа понимание до трансформации сознания когда вы понимаете что хей я если уже делаю эту работу так я мать мать звал like it enjoy it я поскольку я делаю работу буду ее и с удовольствием делать да или вот у меня такая же есть буду с удовольствием и жить или если уж мне туда идти то я буду с удовольствием это делать и вот эта карта рыцарь кубков это новое качество вашей жизни знаете я уже много лет тренды чу это и теперь вообще в наше время стало так актуально искусство жить красиво она не стоит денег это это искусство самому себя комфортно чувствовать в условиях перемен потому что комфорт где нет перемен этот это нехороший комфорт это с той стороны там оттуда никто не приходил еще назад и вам ваши предки говорят но научись комфортно жить там где то есть потому что вот эти две карты предков они вышли на связь через этот расклад мощный расклад а двойные перемены жезл это кто-то найдет лучшую работу кто-то возвратит энергию себя которые отобрали враги и конечно кубки это любовь любовь счастье да кстати жезл иногда бывает тоже деньги потому что деньги как ресурс жезл это ресурс деньги как ценности ваши и мне очень нравится именно восьмерка чаш 8 это бесконечное движение вперед где мы не жалеем о том что было да прошло нет назад движение назад это невозможно это невозможно кто хочет двигаться назад это конечно это зло именно зло мы иногда не понимаем ситуацию что такое зло что такое добро зло это когда человек не хочет двигаться вперед потому что ну это значит знаете как стоячая вода наш заванивается нельзя она там бактерии разводится тут много очень таких метафор и гомеопатических связей с миром миром живым миром космическим тоже кстати живой мир что зло это когда хочет человек назад а добро когда это человек вперед понятие добра и зла у нас у людей полностью неправильные но вот я вам даю эзотерическое понятие и вот эта карта она поможет вам осознать что только когда вы согласитесь с переменами вы будете счастливы потому что счастье это быть согласным с переменам с переменами и найти комфорт в дисбалансе в этом и есть цимус счастье это говорит в общем я здесь вижу что жизнь очень будет меняться быстро жизнь очень интересная жизнь наполнена счастьем и жизнь которая принесет вам много приятных сюрпризов вот здесь такой расклад если кто меня не знает я лена живую в канаде люблю вас обожаю я астролог и таролог и здесь работаю для своих подписчиков чтобы карты вам помогали чтобы вы используя проводили досуг можно поблагодарить меня лайком но если вы хотите дальше пойти я буду очень безумно благодарна вам если вы мне купите чашечку кофе у меня на сайте переходным на мой сайт есть в описании канала нужно зайти на канал нажать на название канала и там в описании канала будет переход на мой канал благодарю и будем видеться пока мои дорогие и и и и и и